Доброе утро! В эфире телевизионная служба новостей в студии Евгений Гуляев. Предлагаем вашему вниманию обзор основных тем и событий минувшего дня. Пропали рыбаки. В Ильинском городском округе исчезли несколько человек, которые отправились на зимний под ледный лов. Почему столкнулись? Машинист со стажем рассказал о предполагаемых версиях случившегося с поездом Адлер-Перь. Спасли от смерти. Несколько дней пермики переживали за судьбу лебедей и шипунов. У этой истории хэппи-энд. Пропали рыбаки. В Ильинском городском округе исчезли несколько человек, которые отправились ловить рыбу. Все случилось около села Слудка. После обращения местных жителей на место выехали сотрудники Пермской краевой службы спасения. На поиски отправились шесть человек. Они задействовали две единицы техники, сообщили в региональном Минтербезе. Во время поиска найдены личные вещи пропавших и обнаружена полынья. Предположительно, место утопления. При подъеме вещей тел не обнаружено. Зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска. Настоящих продолжительных морозов этой осени еще не было. Спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Особенно в период оттепели. Но некоторые не обращают на это внимания. Как только столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, тут же находятся рыбаки, а также те, кто просто пытается сократить путь, переходя на другой берег. И не всегда это заканчивается благополучно. Если попали под воду, в первую очередь надо сохранять самообладание, не паниковать. По возможности раскинуть руки в стороны, чтобы обеспечить большую площадь покрытия. И ползти, пытаться в ту сторону, откуда пришли. Если есть рядом люди, звать на помощь. И самое главное не сдаваться, бороться до конца. Нынешней осенью уже был ряд случаев, когда выход на неокрепший лед заканчивался трагически. Люди тонули в Чернушинском городском округе, в Юсвинском муниципальном округе, в Лысеве и в Пермино-Мотовельхинском пруду. В МЧС напоминают, что до наступления устойчивых, крепких морозов ледяная корка на подъемах крайне коварна. У нас безопасные условия нахождения на льду. Это для одного человека не менее 7 сантиметров, для группы людей более 12, для выезда техники на лед более 30. Ярослав Большаков, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. С течением обстоятельств или халатность? Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента на железной дороге. Напомним, в Ульяновской области несколько дней назад столкнулись поезд «Адлер-Перьмь» и маневровый тепловоз. Пи*** котенку, м*****. Один второго догнал, м*****. В интервью изданию «Комсомольская правда» один из опытных машинистов рассказал о предполагаемых версиях случившегося. По его мнению, у маневрового локомотива могли возникнуть сложности. Машинисты, помощник машиниста под руководством поездного диспетчера должны были переставить тепловоз на пятый путь. Но что-то пошло не так. Локомотив выехал со станции по второму пути на перегон. Далее, по указанию диспетчера, его поставили за светофор. А потом диспетчер по неизвестной причине забыла про него. Плюс ко всему, из-за снега локомотив потерял шунт, то есть стал невидим для диспетчера. И диспетчер, думая, что путь свободен, пропустила по этому же пути поезда «Адлер-Перьм». Все это происходило в течение 20 минут. Поэтому машинист локомотива и его помощник терпеливо ждали команды диспетчера. А когда увидели приближающийся пассажирский поезд, закрепили локомотив и покинули его. Напомним, поезд «Адлер-Перьм» столкнулся с состоящим маневровым тепловозом на территории Ульяновской области. Машинист пассажирского состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. За медицинской помощью сразу после столкновения обратились 25 пассажиров. Среди них один ребенок. По медицинской части, кто пострадал, все мы обработали. Таких тяжелых хранений ни у кого нет. Но там ушибы, то есть увечья таких больших нет. Поезд прибыл в Пермь с опозданием на несколько часов. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Андрей Григорьев, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Спасли от смерти. Несколько дней перемяки переживали за судьбу лебедей. Пернаты обосновались на пруду в районе поселка Хмелей в Пермском муниципальном районе. Это поздний выводок, который попросту не успел подняться на крыло. На выручку птицам пришли спасатели. Вот будем зимовать. Весной выйдем. Лебединая песня, но в мажоре. Сейчас птицы уже в тепле. Соседствуют с гусями. Всех четверых поставили на довольствие. Это не меня, ты кашу. Вот, давай, давай. Вот, молодец. Попробуй. Ну ладно. Спасти птицу удалось при помощи сотрудников Пермской краевой службы спасения. Они по непрочному льду, используя страховку, добрались до обессилевших лебедей. На берег вынесли на руках. Подробности рассказали представители Пермского орнитологического общества. Молодых лебедей-шипунов из позднего выводка, не успевших подняться на крыло, спасли от неминуемой смерти. Уже неделю назад этих лебедят покинули родители и два брата, которые смогли улететь в теплые края. А четверо оставшихся лебедей уже были на примете у бродячих собак и лис. А совсем недавно специалисты Пермского орнитологического общества вернули в природу еще одну дикую птицу. Это длиннохвостая неясыть. С травмой она попала в центр помощи диким животным. Ее выходили и отпустили рядом с лесным массивом. Олег Романов, Ксения Гилёва, Телевизионная служба новостей. Что будет с Пермским ботаническим садом? Таким вопросом сейчас задаются его сотрудники. Недавно они ознакомились с программой финансового оздоровления Пермского госуниверситета. В ее тексте ботанический сад назван непрофильным и неэффективным подразделением. Вероятно, его ожидает оптимизация. Впрочем, официальную программу еще не утвердили. О ней вышла серия публикаций на портале 59.ру. Мы обратились за комментариями к руководству ботанического сада. В середине прошлой недели до меня дошла информация, что по университету разослана программа финансового оздоровления университета. Но я лично эту программу не видел, и, конечно, у меня были сомнения об ее существовании. Но когда в руки попало от моих коллег университетских вот этот документ, конечно, он меня очень взволновал. Как пояснили в ботаническом саду, в комплексной программе оптимизации финансово-хозяйственной деятельности сад обозначен как непрофильное и неэффективное подразделение вуза, которое содержать экономически невыгодно. На базе ботанического сада якобы планируется создать питомник растений. Но, по словам ученых-биологов, в этом случае будет ликвидирована огромная и ценная коллекция растений, которую создавали здесь больше ста лет. У питомника и у ботанического сада принципиально разные задачи. Там уже нет речи совершенно о коллекциях, о экспозициях, а только лишь производственные посевы, производственные посадки, которые пойдут на продажу и будут приносить какую-то прибыль. То есть это принципиально разные вещи. Конечно же, питомники с ботанического сада сделать нельзя и по чисто юридическим вопросам, проблемам. Дело в том, что ботанический сад является особо охраняемой природной территорией, и это будет не профильное использование этой территории, и это, в общем-то, невозможно такого сделать. Ботаническая коллекция является как раз профильным подразделением вуза. Её изначально создавали для научных и просветительских задач, и по сей день она существует именно для этого. У специалистов большие связи и российские, и международные. Что касается экономических показателей, то ботанический сад университета нельзя назвать неэффективным, говорит Сергей Шумихин. На коммунальные платежи идут дотации с федерального бюджета, привлекаются и спонсорские средства. Ну, например, мы проводим довольно много экскурсий, и только в этом году у нас доход превысит 2,5 миллиона. Кроме того, мы очень активно работаем и с привлечением спонсорских средств. Ну, например, вот за последние два года у нас было привлечено порядка 40-42 миллионов рублей со стороны спонсоров. Ну, например, самое ближайшее – это открытие 1 июня 2024 года парка Пермского периода. Мы единственные в России и в мире, кто это сделает. Специалисты сада намерены обратиться во все профильные инстанции, общественные организации, чтобы привлечь внимание к проблеме и сохранить ботаническую коллекцию. Юлия Зыкова, Константин Старков, Телевизионная служба новостей. Новые потери в спецоперации стало известно о гибели еще двоих военнослужащих из Пермского края. Это Роман Осокин из Кудымкарского муниципального округа, а также Александр Тузлаев. О его гибели сообщила администрация Александровского муниципального округа. Интеллект искусственный, задачи экологические. Нейросеть будет отслеживать в Перми выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта. Система интеллектуального мониторинга функционирует в режиме реального времени, сообщает агентство «Текст». Работает она на трех перекрестках – пересечении улиц Островского и Революции, Попова и Петропавловской, а также проспекта Парковой и улицы Зои Космодемьянской. В городском управлении по экологии и природопользованию пояснили, что основная задача – оценить качество воздуха на городских магистралях с использованием расчетных методов. Для проведения изучения дорожных потоков и их характеристик используются нейросетевые алгоритмы. На основе информации о интенсивности дорожного движения, полученной в режиме реального времени с помощью камеры, рассчитывается количество и концентрация выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. Передача данных о рассчитанных концентрациях загрязняющих веществ осуществляется в тестовом режиме на сайте природы города Перми в разделе «Экологический барометр». Жар-птица и другие гости из Тридесятого царства – так называется новая выставка, которую открыли в фойе Пермского оперного театра. Здесь представлен всего один, но очень зрелищный экспонат. Это головной убор, созданный для костюма жар-птицы. С помощью всего одного предмета сотрудники театра рассказывают об истории сказочного сценического образа. Массивный металлический каркас, обтянутый тканью, перья, стразы, пайетки. Этот роскошный головной убор создали мастера Бутафорского цеха Пермского оперного театра по эскизу художника из Петербурга Татьяны Ногиновой. Убор предназначался для исполнительницы главной роли в балете «Жар-птица». Постановку в 2017 году к Дягилевскому фестивале создал хореограф Алексей Мирошенченко. А в образе «Жар-птицы» тогда выступила всемирно известная балерина Наталья Осипова. «Жар-птица» – персонаж многих старинных русских сказок. Это символ света, солнца, а в современной интерпретации – творческого горения. К этому образу обращались многие балетмейстеры и художники 19-го и 20-го столетий. Например, в 1910 году хореограф Михаил Фокин и композитор Игорь Стравинский создали спектакль для русских сезонов. Эту антрепризу продюсировал и показывал в Европе импресарио Сергей Дягилев. В 1910 году «Жар-птицу» представили парижской публике. Балет имел большой успех. Образы персонажей тогда придумал художник Лев Бакст. Одна из сцен пермского балета 2017 года была создана в стилистике как раз той самой Дягилевской постановки начала 20-го века. Вот этот головной убор, в частности, тоже напоминает головной убор, который надевал на себя Тамара Корсавина в постановке 1910 года. Такая стилизация легкая. Эта выставка одного экспоната открывает серию подобных экспозиций под общим названием «Сегодня в афише театра». Параллельно создан и одноименный сайт. Таким образом, сотрудники пермского оперного будут рассказывать о самых ярких постановках в истории нашего города. По театру необходимо создать некое отличающееся от театрального, обыденного музейное пространство, которое бы сразу для зрителя было чем-то новым. Ну, даже вот грубо говоря, чтобы зритель шел и споткнулся об него. Но мы, как правило, выбираем предмет наиболее яркий, наиболее атрактивный, привлекательный, чтобы зритель зашел, а дальше уже смог погрузиться в историю постановки, в которой этот предмет, или этот костюм, или эскиз участвовал. В планах рассказать о балетах «Лебединое озеро» и «Золушка» также на примере ярких экспонатов. Юлия Зыкова, Константин Старков, Телевизионная служба новостей. Время исполнять мечты. В Перми вновь стартовала новогодняя затея «Дед Морозим». В рамках акции каждый желающий может стать волшебником для ребят в трудной жизненной ситуации, исполнив их заветную мечту. Как это сделать, расскажем в нашем следующем сюжете. Дедушка Мороз, здравствуй. Меня зовут Женя, мне 15 лет. Я не разучился верить в чудеса, потому что моя мама совершает их каждый день. Она помогает мне кушать, переворачиваться, болтает со мной. Но я уже большой, и ей тяжело меня купать. Дедушка Мороз, подари, пожалуйста, мне на Новый год шезлонг для купания. Письмо Жени Останина – одно из сотен, которые написали подопечные фонда «Дед Морозим». Порой у ребят необычные для большинства мечты. Шезлонг для купания, специальное питание, аспиратор. Но это жизненно необходимые чудеса. Совершить их можно, приняв участие в новогодней затее фонда. Традиционно письма главному новогоднему волшебнику в рамках акции пишут воспитанники детских домов-интернатов. Но в этом году к ним присоединились и подопечные палеотивного проекта «Дед Морозим». Новогодняя затея стартовала в этом году уже 16-й раз. И пермики очень активно откликаются на каждое письмо, в котором описано желание и мечта ребенка из рудничного детского дома-интерната Ясинского. Но письма еще есть на сайте. Прочитать письма ребят и осуществить мечты можно на сайте детморозим.ру в разделе «Письма». Чтобы совершить чудо, достаточно оставить комментарий под выбранным письмом и в назначенное время принести подарок в штаб фонда. Юлия Алеева, Татьяна Овсянникова, Телевизионная служба новостей. Наш эфир продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова